Воспитать семь детей. В городском отделе опеки и попечительства на сегодня числятся более 1300 ребят, которые живут в замещающих семьях. Из них 256 воспитываются в приемных. На какие меры социальной поддержки могут рассчитывать такие семьи и кто по доброй воле берет на себя груз забот и воспитания. Следующий сюжет. Захара, Виктория, Савелий, Ольга и Алексей. С тех пор, как Наталья Смелова взяла первого ребенка, прошло 7 лет. Сейчас в ее семье пятеро. Старшие помогают воспитывать младших. В доме уют и порядок. Мама глава семьи воспитала и дала путевку в жизнь двум своим детям. Один раз, соприкоснувшись с чужой бедой, не смогла остаться равнодушной и пройти мимо. Более того, в семье не исключают еще пополнения. Когда открываешь федеральную базу, еще смотришь, сколько деток осталось без мам. Очень печально все это наблюдать и смотреть. Конечно, и ресурсы есть. Можно еще. Мы думаем, что это не последнее. Наталья участник Всероссийского форума приемных семей. Входит в состав городского совета замещающих родителей. Говорит, в целом по стране проблемы одни и те же. Жилплощадь, содержание. Впрочем, тех средств и помощи, которые ей оказывают в Комитете образования Мурманска, вполне хватает. На сегодня в столице Заполярья еще 113 детей, оставшихся без попечения родителей. После устройства ребенка в семью в администрации следят за тем, в каких условиях воспитываются дети. Если это первый год, когда мы передали ребенка, то мы в семье бываем пять раз. Первый раз мы бываем в течение первого месяца после передачи. Далее каждые три месяца с составлением акта. Обследование условий жизни ребенка, направляем этот акт соответственно родителям. Ну и в общем-то в личном деле хранится такой акт. А в последующие годы не реже, чем один раз в полгода. Помимо помощи по закону, финансового сопровождения, пособия на ребенка, вопросов с жильем, дети в приемных семьях бесплатно ходят в садик, летом ездят в оздоровительные лагеря. На праздники их стараются собирать всех вместе, дарят подарки. А главное, не оставляют вниманием.